Всем здравствуйте, мои уважаемые люди, мои дорогие слушатели, мои друзья, кто подписан на мой канал и новые знакомые. А сейчас будут расклады на такую тему. Что вас ждет? Какие дороги закроются навсегда, потому что они вам больше не нужны, они бесполезные для вас были? И какие дороги откроются? Что предоставит вам, какой шанс предоставит Вселенная? Люди в вашем окружении, что они о вас думают? И одно дело думают, а другое дело делают. Думать они хотят, что хотят и думают. Они вольны в их собственном пространстве, а делают то, что хотят. Если хотят, посылают негатив, получают бумеранги, это их выбор. Но некоторые не только думают, а еще и делают, гадят, фредят. То есть мы просканируем все. Вашу семью, ваше отношение в паре, ваше отношение на работе с людьми, вообще состояние вашей энергетики. Если на вас порча, сглаз, проклятие, негатив, а может ничего нет такого. И самый лучший расслаб, который отвечает на такую тему, это 12 домов гороскопа. Он сканирует позитив, негатив во всех 12 сферах жизни. Если вы подумаете, что вы это круг, потому что во Вселенной все круговое, круговая порука, ангелов для вас, конечно. То, если мы разделим 360 градусов на 12 частей, то мы получим 3. То есть у нас выходит 30 градусов. И каждый дом вашего зодиака, если ивенхаузы рассматривать, это 30 градусов. Число 3 – это божественное число, если вы знаете. В нумерологии вообще 3 числа – 1, 2 и 3. Вообще 9, но они, получается, кратные чему-то. Например, то, что кратно единицы, то, что кратно двойки, то, что кратно тройки. Поэтому мы делим ваш гороскоп на 12 частей по 30 градусов каждый. И на картах вы в любом случае понимаете все мои слова по-своему. Поэтому на картах гороскоп для всех один. Каждый по-своему все поймет. Так что не думайте. Общий расклад у меня всегда. Потому что нет смысла делать заказанное. То же самое тот предсказатель, у которого вы заказали, за большие или маленькие деньги делает то же самое. Вы выбираете из его заказанного и проплаченного расклада то, что с вами резонирует, то, что вам поможет. Я не проплаченная никогда. Я живу в абсолютно независимой стране Канады. Абсолютно свободной. Где права человека, но у нас номер один. Канада номер один в мире по правам человека. Так что я ваш самый лучший консультант, в какой бы вы стране мира ни жили. Именно я ваш самый лучший консультант. Потому что я говорю чистую правду. И ничего не боюсь. У меня за это ничего не будет. Поскольку живу в свободной стране. Так что давайте будем смотреть правде в глаза. И смотреть на вас. На вас смотреть. Ну сказала кто я, кто меня еще не знает. Итак, получите ли вы тот мешок денег, который был бы неплохо получить. Получите ли вы то оздоровление, избавление от негатива, которое было бы тоже хорошо получить. Ну вот посмотрим. Итак, первый дом вашего гороскопа. И седьмой дом вашего гороскопа. То есть это партнерство. Смотрим пока кардинальный крест, мои дорогие. Первый, седьмой, четвертый и десятый. Итак, если там позитив, негатив, что там происходит с вами, если там этот мешок золота. Потому что вообще за деньги отвечает второй дом и восьмой. Второй день за такие деньги среднего масштаба, которые у нас в кошельке. А восьмой за большие деньги. На недвижимость и такое все. Но без этих других домов, без этого кардинального креста даже нет смысла начинать разговор о втором и восьмом доме. Поэтому смотрим. Самое главное ваша личность, то, что видно людям. Первый дом ваш характер. Ну то, что видно, да? То, что вы показываете людям. Ну вы паш, паш меча. Вы иногда неоправданно реагируете. Да, так, бурная реакция. Ну у нас, у людей, кто воспитывался во время советов, у нас у всех бурная реакция часто бывает, да? Неоправданно бурная, потому что, ну у нас, нам затыкали рот, да? Вот, и поэтому это естественно. У меня тоже бывает такая бурная реакция, и я должна себе это простить до сих пор, хоть я уже 35 лет живу в свободном мире. Все равно это есть. Это с нами будет всегда, потому что ребенок формируется вообще до 7 лет. Дальше уже ничего нельзя сделать с человеком, нельзя его переделать. Но у вас бурная реакция бывает. Вы сами иногда ее стыдите. С чего-то я так среагировала. Не надо было. Не корите себя. Это наше воспитание. Люди понимают, да? Близкие люди понимают, добрые люди понимают. Но если люди недобрые, так какая разница, что они о нас думают, да? Вторая карта, это у нас что? Это у нас четверка. Четверка жезлов. Я лучше вижу без очков. Думаю, еще так смотрю, да? Ну вот это, если у вас праздник, день рождения, то я вас поздравляю. Скоро будет, или был недавно, или в семье куда праздник, поздравляю вас. Хорошая карта. Вы человек яркий. Яркий. Люди, которые с вами связаны, для них это праздник, с вами общаться, хоть вы об этом и не знаете. Но бурная реакция у вас бывает. Это ваше лицевое я. Мы посмотрим тоже теневое я, когда будем разбирать ваш 12-й дом. Вот такая вещь, да? Это, может, вы о себе этого не знали. А теперь знаете. Есть ли негатив на вашей внешности? Потому что люди боятся себя показывать. Вурдалаки всякие сущности, подселенцы, которые прячутся за камерой. Бойтесь таких предсказателей. Сами знаете, еще где-то они там живут, где вас ненавидят, да? Считают, что вы не дружите на стране и еще за камерой прячутся. В общем, завал сплошной. Бойтесь их. Ну, как бойтесь их? Ну, не смотрите их видео, потому что они вас делают заклинания за камерой, да? Вы боитесь себя показать. Себя показать не нужно бояться. Еще написано в Писании, что Творец накрыл столы. И написано «At the sight of your enemies». Да? Творец накрыл столы. И даже если видят вас ваши враги, столы все равно накрыты. Естественно, Творец не накрыл столы для того, чтобы враги видели, какая вы красивая, счастливая, богатая, успешная, любимая. Нет. Он просто вам намекает, что даже если враги смотрят, ну что вам до этого? Все равно у вас будет все хорошо. То есть, ну же, в Библии написано, что Творец праведников, он, конечно, благословляет, да? Еще и вот в Ветхом Завете написано, я вообще обожаю это, все Ветхого Завета особенно обожаю, там много правды. Вот. И там написано, что есть два рода греха, да? Первый грех – это, ну, который вы не знали, неосознанный грех, да? И неосознанный грех, он, конечно, покрывается жертвой, да? С жертвой. Вот. Но это мы знаем, там много описано, как это все делается. И есть осознанный грех, который покрывается только признанием своего греха и repentance, то есть, когда человек кается, покаяние, но ваши грехи никогда не покаются. И вы их боитесь, потому что пажмича – это пустые хлопоты защищаться от таких врагов, которые в любом случае никогда не покаятся. Вот. У вас есть вот эта тенденция пустых хлопот. Это партнерство или любой другой человек, о котором вы сейчас думаете, который, на которого вы с первого дома смотрите на седьмой, а он на вас, да? Или она. Любой другой человек, которого вы сейчас назначите, кстати, хорошая карта. Вот. Что он у вас думает, вдруг он вам или враг, если там мешок денег. Мешок денег там точно есть, потому что он король Пентакли. Этот человек у вас будет как партнер, или уже был, или же вот-вот намечается, или же партнер вас разбогатеет. Это очень хорошая карта. Она говорит, что вам Вселенная хочет дать счастливые отношения, где вы будете жить в достатке. И с Бубновым королем жить – это значит жить в достатке, не бояться бедности. И Туз Пентакли говорит, что сейчас начало, вот у этого человека, Бубнового короля, сейчас начало прихода больших денег, и вам нужно это знать. Здесь нет никакого негатива. Итак, у нас по настоящей астрологии, а не той, которую слизывают неумные люди друг у друга, в четвертом доме проходит отец, в десятом доме мать. Да, все не так, как вы думаете, а в ровном смысле наоборот. Итак, ваш отец, четвертый дом, и ваш домашний очаг. Ну что я смотрю? Все хорошо, отец вам не передал ничего плохого по наследству, и дал вам харизму, энергию, харизму, и вот именно то, что дал вам отец, защищает вас от негатива. И королева жезлов, это очень удачливый человек, это то, что у вас есть и будет. Так что вы очень удачливы будете, благодаря наследству по отцовской линии. По материнской линии смотрим. По материнской линии тут совсем не так все обстоит, да. Предки по материнской линии дали вам плохую карму. Но не у всех, но если вы чувствуете, это не ваше, смотрите дальше, будут другие фрагменты касаться вас. Будьте эмпатами. Каждый человек себя здесь найдет, и я каждому хочу помочь. Я эмпат, помогаю особо страждущим, потому что я последователь, ученик Христа. Итак, мы здесь видим, что мечевые карты, мать вам дала плохую карму, но она не по своей воле дала такую плохую карму вам, да, так вышло, это такая рулетка кармы, да, как ДНК, это все рулетка, мои дорогие. Рулетка вашего рода, а никакая не другая, если вы знаете, о чем я. Но вы чувствуете, что вы слабая, вы чувствуете, что вы не можете, что якобы, ну, не там училась, не на том женилась, и так далее. То есть, вы чувствуете, вы окружены, да, вы окружены кармическими долгами, и здесь еще вы окружены людьми, которые вас ненавидят, и вы как бы, prone, prone, это означает, ну, вы допускаете этот страх к себе, да, потому что вы подозрительны в характере своем, и мать была подозрительна, она подозревала мужа там в измене, соседи в том, что подсыпали что-то под сорок, под порог, prejudice такие были, prejudice, предрассудки, была подвержена многим предрассудкам, и вы, конечно, это у нее унаследовали, мать вам дала плохие гены, и здесь, конечно, нужно молиться, молиться, просить у Всевышнего, чтобы он простил материнский род, да, не вас, вы здесь вообще ни при чем, материнский род. Мои дорогие, если мы идем дальше, мы будем рассматривать еще два креста, это три креста называется, расклад по-другому, да, то мы сейчас будем рассматривать второй дом, пятый, восьмой, и одиннадцатый, хорошо? Это такие фиксированные, идеи в вашем, в вашей жизни, потому что мы фиксируем деньги, мы фиксируем любовь, влюбленность, пятый дом, мы фиксируем наследство, восьмой дом, и мы фиксируем друзей, как бы зависим от них, от чего вы зависите, да, от чего вы зависите, что там есть второй дом, пятый дом, восьмой дом, и одиннадцатый, если там позитив, негатив, что там есть, ну, если мешок золота, да, потому что здесь это много говорит о достатке, о материальных ценностях, рыцарь жезлов, будут новости о деньгах приходить, у вас будет много работы, деньги просто так не придут, а через очень хорошую работу, и еще десятка, десятка жезлов, вот видите, это много работы, вообще дом работы, второй дом, дом, вообще искусство жить красиво, потому что дом материальных ценностей, много будет хорошей работы, которая вам принесет хорошие деньги, нет негатива на том, что у вас в кошельке, лабровый лист там не поможет в том кошельке, а помогут вот понимание, что нет негатива, да, осознанность этого, и так, давайте посмотрим восьмой дом, это наследство, деньги партнера, смотрите, ну вот здесь такая проблемка у вас есть, да, пятерка меча и карта силы, понимаете, наследство поделено неправильно, или будет поделено неправильно, и это будет очень обидно для вас, несправедливости, поэтому вы можете иметь большие деньги, но там нет никакой справедливости в этом, никакой, ваши братья и сестры просто неприличные люди, и ваши родители сделали много ошибок тем, что они не просто вас воспитывали, родили в разное время их жизни, они здесь ни при чем, но они еще нечестные и несправедливые в тритмент своих детей, то есть я здесь вижу большие проблемы с деньгами, пятерка меча, много негатива, много наговоров, много каких-то именно негативных, это колдовство, негативное колдовство на большие деньги, вот так показано сегодня, но завтра будет по-другому, потому что этот расклад он лечит, завтра вы проснетесь и поймете, что он унесет, так как плохо, как было, потому что есть такое понятие, когда вы внимание свое, а здесь вы внимание свое, распределяете на 12 домов, все исцеляется, чему нужно исцелиться, пока больших денег нет, но потенциал их иметь огромный у вас, и так смотрим любовь, любовь, влюбленность, пятый дом, хобби, там первый ребенок, и любовь к друзьям, или же любовь друзей к вам, влюбленность, ну да, щедрость, щедрый человек входит в вашу жизнь, щедрый, добрый, может бывший, но не обязательно, очень активный человек, активно уже за вами следит, хочет быть с вами, хочет, чтобы вы его заметили, да, хочет, чтобы вы его полюбили, да, этот туз меча, хочет, чтобы вы обратили на него внимание, харизматичный, это может быть ваш ребенок, туз меча, там ребенок, ваш первый ребенок, проходит по пятому дому, и это такой ребенок, который хочет, ну, свою жизнь жить, хочет заявить о себе, и он вас любит, он вас не, не не хочет обидеть а вы его обижаете так быстро сделал это это знаете как у нас умеют грубо говорить с детьми нельзя грубо говорить уже их любите с родными нельзя было грубо говорить вы их любите обменяем характер поведения но а с а с другими людьми которых вы знаете немного или не знаете вообще вообще не стоит друга трубы говорить они вам вообще ничего не должны я здесь вижу грубость поведение с детьми или с партнером но вообще щедрые партнеры и дети и первый ребенок первый ребенок а по восьмому приходит 2 если у вас 2 ребенок будет по восьмому про приходит вы тоже с ним очень очень конфликтуете то но начинайте себя и все наладится здесь я вижу что вы сами негативить и а потом обижаете что на вас негативят вот эти два дома это показывает и так негативно ли на вас ваши друзья друзьяшки там окей друзьяшки королева пентакли завидуют вам очень сильно на деньги завидуют вам вы у них у друзей со знаком плюс на лбу скажите пожалуйста если наши враги или так называть мимые друзья видят нас со знаком плющу мы себя видим со знаком минус выходит что наши оппоненты любят нас или верят нас больше чем мы в себя ну что здесь поделаешь да итак у нас из пятерка пятерка чаш и вот не с некоторыми друзьями вы расстались вы сейчас живете в разных странах континентах селах городах провинциях ну и что наши дороги разошлись я вижу что ваши друзья разделились на две категории они вам дико завидуют вот эти по королеве бубновой и другие у них уже свою жизнь очень очень разный менталитет так что нет смысла не божалеть смотрим дальше и мы смотрим если позитив негатив что там есть что будет еще один крест да и это крест мутабельный здесь у нас будет с вами третий дом девятый дом шестой дом и 12 3 отвечает за умение общаться что самое главное контакты братья и сестры такой все шестой дом здоровья умение трудиться чтобы не заболеть и дом 9 это у нас за границам все что за границей нашего понимания но 12 это потусторонняя заграница потусторонний мир темный мир теневое я вот такой все хорошо и так а братья и сестры умение общаться контакты контакты да о какие они у вас резкие как сетро контакты резкие фокси тро у вас да ой по ночам по ночам вы думаете о том что они сказали они думаю что вы сказали четверка четверка меча до запутались вы закрутились вы с этими братьями и сёстрами там конечно конфликты но поймите что братья и сестры это всегда райвари это всегда ревность это всегда соревнования это всегда сложности умейте общаться и на этом на самом таком сложенном третий дом мы формируем общение конечно со всем миром а я здесь тоже скажу что это же дом чем вам заниматься да нужно вам куда-то уехать увидите какой мотоцикл имеется ввиду что вам нужно ехать вам нужно уехать и уедете вы скорее всего в новолуние в новолуние вы видите в другое место там больше где вы есть на той работе токсичной или в тех отношениях уехать нужно из той работы или из тех отношений или с той страны там токсично там будет очень плохо где вы сейчас вы знаете сами кто вы естественно если вы в германии там плохо не будет там будет только лучше одна самая богатая страна мира люди не понимают своего благословения те кто переехали туда в этот мир который строили и наконец построили те люди кто там жили до вас так что будьте благодарны судьбе но если нет то вам конечно нужно ехать потому что вот в этой стране где вы родились там будет большая трагедия и вы не хотите стать свидетелем этой трагедии то есть участником этой трагедии да вам нужно срочно уезжать слушайте такой расклад ну как сказала так есть посмотрим но сможете ли вы этого этот добиться потому что у нас карта карты в девятом доме это вообще переезда вам нужно ехать вы знаете но медлите я денег это не зависит я уехала с пустыми карманами даже одолжила на на билет на поезд чем советские времена и ничего страшного ну да было не легко итак в девятом доме у нас дьявол свои примеры только для наглядности привожу в девятом доме у нас дьявол и у нас семерка семерка чаш смотрите ну вот жалуются люди живут нидерланды живут в швеции живут в германии говорят там плохо что за люди неблагодарное сердце никогда не может разбогатеть никогда 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 все начинается с благодарности не может быть плохо в нидерландах не может быть шанса не устроиться дьявол дьявол поступил к вам близко это вымыл вам мозги своей пропагандой это конечно дьявол это не чистый дух это коричневый урда лак это поселенец сущность джин или даже это оборотень оборотень это тот кто просто в вашем доме если бы вы проснулись три часа утра вы бы увидели что он волк это можно увидеть буквально на секунду на что он волк это оборотень а вот и он понимаете он вас обманул вот это враги обманщик рода человеческого да есть такое понимание треугольник артмана да я мы и они и вот вам внушили что они плохие мы хорошие но это очень чревато потому что мир теперь он глобальный но он разделяется раньше мир разделялся на восток и и запад да такого противостояния было а теперь мир разделяется потому что христос и и бог нам уже давно говорили об этом это крест он вот так вот разделялся мир да присут разделяет кристос сказал я пришел разделить до разделяя так а теперь вот так Потому что нужно, чтобы был дополненный крест. И вот теперь мир озеряется север и юг. И Христос смотрит, кто где, кто как это понимает все. Потому что сейчас идет переход в четвертое измерение. По некоторым параметрам многие говорят, что уже все, переход произошел. В начале прошлого лета произошел переход. Раньше в эре Водолея это было предупреждение, потом переход в четвертое измерение, и дьявол некоторых задержал. Спастись еще будет можно, но не всем. И вот уехать смогут не все. Не потому что нет денег, не хватает клепки, извините, в голове, а не денег. Понимаете, потому что все это отобрал ум дьявол. По семерке ЧАЖ. Очень много иллюзий у вас. О том, как живут другие, что они плохие. Что они плохие, да? Какие у них западные ценности. Очень много обмана у вас, очень много манипуляций, очень много пропаган. Но это не у всех. Это у доброй половины моих слушателей, даже может немного больше. Но эти слушатели сейчас... Кстати, смотрите через VPN. Понимаете, не подставляйте себя. Смотрите через VPN. Все, кто в тех местах, отдаленных, так сказать. Смотрите через VPN, потому что дьявол за вами следит. Дьявол за вами следит. Это только единственный способ, чтобы уйти от слежки. Да? Уйти от слежки. VPN они недорогие. Можно... Даже говорят девочке, можно самому сделать себе VPN. Свой, собственный. Вот. Очень много у вас иллюзий про заграницу. Спасутся они все. Но кто переедет, конечно, спасется. Дьявол в девятом доме. Это ваше отношение к другим людям. Оно нечестное. Оно неправдивое. Оно промытое пропагандой. Ваше неправильное отношение к другим людям. Некоторые переехали на Запад и уже 30 лет. Ну, на Запад, скажем так, в более свободные страны. И 30 лет живут в гетто. То есть до сих пор они смотрят неправильными глазами, замыленным взглядом. Давайте я вам объясню, как Всевышний нас предохраняет от негатива. Очень просто. Значит, у нас есть внешний свет. Это солнце нам посылает свет со всех сторон. И у нас есть внутренний свет. Это свет из глаз. И вот когда эти два света встречаются, происходит эврика. У многих людей, у которых промытые мозги, свет из глаз не идет. То есть рации нет. Нет рациональности. И поэтому ими управляет сам дьявол. Сами знаете, кто хочет это услышать. Это может быть дьявол дома. Пьет-бьет. Это может быть дьявол на работе. Токсичный коллектив. Люди там тоже. Поселенцы есть и всякие оборотни. Это может быть дьявол более глобальный. Который вами руководит. Или вас просто выгнал. И вы должны были скитаться по свету. Не говорим. Раз вышла скитаться по свету, начинаем из лимона делать лимонад. Лимонад это очень вкусно. А лимон это кисло. Так что смотрите. Там где кисло, там может быть вкусно. Есть ли негатив за границей? Я бы сказала, что здесь ваши иллюзии. Вы не там дьявол, где вы его ищите. А он у вас за плечами. Если вы знаете о чем. Видите, это просто, как у известного автора. Дьявол у вас за плечами. Видите, за плечами стоит и вас спокушает. Не там, где вы думаете, дьявол. Не там. Итак. Ну если дьявол по материнской линии что-то там такое прослеживается. Мешок золота. Еще раз напомню. Мешок золота вы получите. Потому что карта силы в восьмом доме. Но после того, как вы победите дьявола. Я вам сразу скажу. После этого будет вам мешок золота. Ну и не только он свалится на плечи. Потому что вы играете там где-то. Или же удачно продадите недвижимость. Не только. Еще по работе вашей. Да. Вы будете очень хорошую работу иметь. Которая вам даст много денег. Теневое я. Итак. Теневое я. У нас здесь Зихермет. Отшельник. И король жезлов. Вот эти карты. Они очень современные. Король жезлов. Это вы или ваш любимый человек. Король крестовый. Который показывает вам на карту мира. Видите. Она как раз то. Что сейчас я сказала. Христос говорит. Расщепляем теперь мир. Да. Чтобы плевелы отделить от зерен. На север и юг. Он показывает вам на север. Видите. Север и юг. Вот. Куда нужно идти. Куда нужно. Где нужно спасаться. Да. Вам. Я же хочу помочь. Вы спаслись. А что мне нужно от вас. Мне нужно чтобы вы были богатые, здоровые, красивые и счастливые. Я только говорю для тех, кто пришел ко мне, лояльные слушатели. А кто пришел там поиздеваться над моим возрастом. Ну так скатертью дорога. Так что я могу сделать. Возраст это не приговор и не диагноз. Да. Мои дорогие. Или еще что-то пришли там сказать. Ну смотрите. Вы скрываете свое теневое я. Вы боитесь тени. Вы боитесь. У вас много предрассудков. Вы сидите у этого огня и не хотите развернуться назад и посмотреть на этот лес вашего подсознания. И посмотреть, что действительно вам хотят рассказать духи. Вам духи говорят, не бойся того, чего ты не видишь. Да. А бойся замыленных мозгов, которые вам чужой свет проясняет глаза. Да. А вам нужно иметь рацию. Рация основанная на фактах. У вас нет этой рации. У вас фактов нет. У вас этот лес темный. Это ваше подсознание. Это правда жизни, которая у вас темная. Это 12 дом. Это дом правды. Голый правды. Король-то голый. Понимаете? Чего вы как приговоренные, как будто бы вы зацикленные, как будто вы загипнотизированные, смотрите на этот огонь. Вы же не волк. А вы же не оборотень. Оборотень боится огня. Вы как бы заговариваете этот огонь, чтобы оборотни на вас не насели. А на самом деле оборотни, они вас обманули. Они уже вас окружили со всех сторон. Очень все серьезно. У вас в 12 доме все серьезно. Потому что у вас в 9 доме. Это дом за границей вашего понимания. Это не обязательно, что за границей. Поймите. Если вы из Киева, думаете о Франции, о Париже, или думаете о Торонто или о Ванкувере. Не об этом речь идет, мои дорогие. Все иносказательно. Каждый понимает в меру своего понимания или в меру своей испорченности. Здесь идет потусторонний мир в голове у вас. Мир первой за границей вашего понимания. Почему-то мы всегда его критикуем. И мир за границей в теневое яд. Это потусторонний. Вам расскажут эти гробы, крашеные попы. Они что, были там? Они знают, какое там будет покаяние. Ничего они не знают. Никто там не был. То есть были многие, но там и остались. Никто не вернулся назад. Понимаете? Не верьте этим гробам, крашеным. А что вам говорят о потустороннем мире? Интегрируйте своих предков. И если мама ваша, материнский род напортачил, так не нужно этого стесняться. Нужно покаяние сделать. Понимаете? А у вас так, что за границей вашего понимания, это девятый дом. Ну да, это и за границей, конечно. И за границей понимания вашего. Вот. Там у вас дьявол. Обман. Вам врут все. Вам врут все вокруг вас. И сзади, и спереди, и с левой, и справа. А вы что, слушаете это все вранье? Вам врут. Про то, что за границей вашего понимания. О чем вам врут? О том, что за границей вашего понимания. Вот об этом вам и врут. Потому что в двенадцатом доме у вас вот этот оборотень из этого огня смотрит на вас. Вы можете, кстати, его и увидеть. Вот здесь, в этом огне. Потому что, что вы уставились на этот огонь? Вы что, волк заколдованный? Вы что, сами оборотень? Оглянитесь вокруг. Чего вы не верите свету своих глаз? Вы верите свету чужого восприятия? Потому что огонь – это чужое восприятие. И огонь часто адовый. Да? Хелл. Адовый. Огонь. Вы верите огню чужого восприятия. А огонь из собственных глаз, он может осветить этот темный лес подсознания. Чтобы видеть там этих оборотней и черных вурдалатов. Которые – это и самосглас, это и внутренние, и внешние враги. Вы понимаете? Какие они есть. Потому что там очень много волков, оборотней, в овечьей шкуре. Вы сами знаете их имена. Кто там на работе, волк в овечьей шкуре, оборотень. Кто дома. А дома еще и коричневый вурдалак есть. И вот этот огонь из своих глаз, вы его притупляете. Когда вы смотрите на огонь, огонь из глаз, вот он аннулированный. А когда у нас нет этого света из глаз, мы не видим правду. Потому что у нас нет вот этой эврики. У нас нет понимания. У нас нет резона. Критического сознания, критического понимания, критического мышления. Нет, zero. Да, zero. Вы заколдованы. И когда, знаете, вот вам пример. Когда вы посмотрите на огонь ночью, а потом посмотрите на улицу, все будет темное. Почему темное? Потому что это чужой огонь вас заколдовал. Ты все. Это про 12 дом. Там у вас, конечно, the hermit. Это же вам нужно понять, чего вы хотите, кто вы есть. Понимаете? Потому что вам нужно свое теневое я интегрировать. А что такое теневое я? Ну, это то, что говорили там, не лезь, не ты, ты такой плохой. То, что вас критиковали. Это ваше теневое я. И там есть портал, вот в этот мешок золота. Вот в этот мешок золота, который на самом деле сейчас, вы не там ищите. Еще в 12 доме у нас король Жезлов. Это крестовый король. Вам вселенная даст какого-то нового человека. Крестового короля. Или же вы им станете. Это человек, который знает, чего он хочет. Со своим крестовым интересом кладет к вам дорожку крестовый король. Кстати, здесь и бубновый был. Так что кому это интересно, два короля, крестовый и бубновый, кладут к вам свою дорожку. Шикарно. Кто имел лучше доуслышать, кто имел понимание рацию, тот и поймет. Я честно делаю расклады. Они у меня иногда раньше своего времени на несколько лет. А почему? Потому что если вы поймете, что мои расклады раньше своего времени, потому что я пророк, ну как предсказатель, да. Раньше на несколько лет, так вы же можете поселить соломки себе. Вы же можете сделать правильное движение. Не сидите, не ждите. Я здесь для одной цели, что помочь вам принимать ваши жизненные решения правильно. Поэтому, чтобы видео сбывалось на Facebook, просто пошлите это видео. Называется «Поделиться с друзьями». Это не означает, что вы им на почту пришлете. Ой, что-то мне так жарко. Я так разволновалась. Ну что, что у вас в девятом доме дьявол? Вы что? Вы боитесь того, чего вы не понимаете. А того, что не понимаете, бояться нельзя. Иначе новое ничего не войдет. Вот мне пишут, когда новое войдет, почему новыми дорожками не иду? А как вы можете пойти новыми дорожками, если у вас в девятом доме это все новое, неизвестное, за границей вашего понимания? Если у вас там дьявол в девятом доме, ну вы заранее осуждаете то, что вы не понимаете. Вы это заранее осуждаете. О каких новых дорожках у таких людей может идти речь? Ну я говорю к самым потерянным дома Израилева. Самым потерянным. Ну это по Старому Завету я сказала. А самые прогрессивные из того же дома Израилева, да, самые прогрессивные. И так меня понимают. Но это хорошо. Они меня понимают. Они больше получают силы от моего расклада. Они больше получают мотивации. Самые умные получают еще больше мотивации. Волшебный пинок. А самые, извините, глупые, ну и для них есть шанс. Спастись. Обнимашки из Ванкувера. Всем желаю счастья. Не забывайте делиться видео с друзьями, чтобы видео давало вам пользу. И до встречи. Пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok